Здравствуйте! Когда мы читаем Библию и обнаруживаем сердце Господа Бога, мы можем стать удивительными людьми. Другими словами, многие люди читают Библию, но немногие из них понимают сердце нашего Отца Господа. Для того, чтобы выразить сердце Господа Бога, нашего Отца, в Библии рассказываются разные истории. И когда эти истории соединяются друг с другом, мы сможем обнаружить ясное сердце нашего Господа Бога. Если мы узнаем ясное сердце Господа Бога и соединимся с этим сердцем, тогда произойдут удивительные деяния. Когда сердце Господа и мое сердце становятся единым, начинается взаимообмен между мною и Богом. Тогда мир, который есть в сердце Господа Бога, входит в мое сердце и укрепляется во мне. И надежда, которая есть в сердце Господа Бога, входит в меня и действует. И когда радость, которая в сердце Господа, начинает действовать в нас, тогда любой человек сможет вести совсем новую жизнь, не такую, которую он вел ранее. И это удивительное деяние. Церковь. Церковь – это не что-то особенное. Церковь – это место, где наше сердце соединяется с сердцем Бога. И роль пастора заключается только в одном. Неважно, кем вы являетесь, дорогие слушатели, если ваше сердце станет единым сердцем Бога, тогда начнется взаимообмен между Богом и вами. Между нами и Господом Богом. И тогда, когда мы будем читать Библию, вы увидите, как Слово Господа начнет вести вас. Когда вы будете едины с сердцем Бога, тогда знаете, что произойдет? Когда сердце Божье будет просто отеще вас, то мир Божий станет вашим миром. Надежда, которая из Бога будет нашей надеждой. И мудрость Божья станет моей мудростью. И тогда человек удивительным образом начнет меняться. Да, одна молодая сестра по имени Мисон, она, конечно, умерла сейчас. Мне кажется, я в то время был заинтересован, чтобы она получила только спасение. Наверное, нужно было дальше молиться и общаться с нею. Но Мисон вернулся в объятия к Богу. Хотя врачи сдались, но все равно она не хотела верить в Иисуса. Но когда ей сказали, что ей нужно верить в Иисуса или выбрать и стать гадалкой, тогда она решила поверить лучше в Иисуса. Когда мы с ней встретились, я чувствовал себя виновным. Я думал, вдруг она начнет злиться или гневаться, или, если что, она скажет, что не придет. Я очень осторожно говорил с нею. Но оказалось, Господь Бог уже изменил ее сердце, чтобы она приняла слово. Получив спасение, она очень радовалась. Знаете, лекарства от туберкулеза очень сильно влияют на желудок. Но когда она услышала слово, начала хорошо переваривать пищу, могла есть хорошо и укрепилась... Она могла жить в радости, но, к сожалению, она ушла к Богу раньше, чем я. Знаете, я вспоминаю то время. Как бы я тогда ни старался, она не могла принять слово Господа Бога. Но Господь действовал в ее жизни, и она уверовала в Бога. Вы слушаете меня не потому, что я хорошо проповедую. Господь Бог ведет нас через разные обстоятельства к себе. Знаете, есть разные способы, чтобы наше сердце соединилось с сердцем Бога. Поскольку Бог отличается от этого мира, очень часто люди выбирают не путь Божий, а путь этого мира. Например... Знаете, какие случаи бывают? Люди начинают думать, что, чтобы верить в Иисуса, надо стараться. И когда у людей получается хорошо, они радуются. А если же своровали или совершили какое-то зло, тогда люди думают, что Бог начинает ненавидеть их. И многие люди считают, что вера в Бога – это какая-то религия. А религия учит о том, что надо стараться, тогда ты получишь благославие. Делаешь плохое – получишь проклятие. Если посмотреть Евангелие от Луки 15 главу, там рассказывается о блудном сыне. Он взял большое имение, но расточил это имение. Когда у него не стало денег, его прогнала блудница. Ты же говорила, что любишь меня. Да, я люблю тебя. Но как ты можешь так поступать со мною? Ты что, не знал? Я же блудница. Я люблю тебя. Но мне нужны деньги. Принесешь деньги – буду даже тебя любить. Чтобы ты получал от меня любовь, нужны деньги. А у тебя деньги есть? Нету же денег. Поэтому пока не будет денег – до свидания. Да, он не знал, как поступить. И тогда он понял. А, блудницы любят только деньги. Она говорила, что любит меня, потому что у меня были деньги. А сейчас у меня нет денег. Где находился блудный сын, когда его прогнали? Он был от блудницы и между отцом. Правильно? То есть раньше его вело к блуднице от отца. А теперь, когда блудница его бросила, он же должен пойти к отцу? Когда у него было много денег, он мог жить с этой женщиной, и не было никаких проблем. Но ведь важно, с чем мне нужно пойти к отцу, чтобы отец любил меня? Хотя блудный сын жил с отцом. Хотя он получал любовь. И хотя отец давал ему счастье и радость. Но проблема в том, что я потратил все имение отца. Я оставил слово отца. Я ведь не слушался отца. Я ведь все расточил. Блудный сын точно узнал, кто такая блудница. А, этой женщине нужны деньги. Если нет денег, тогда вообще не надо к ней идти. А что же нравится отцу? Нужно что-то принести, то, что ему нравится. Но я до сих пор делал только то, что ему не нравится. Поэтому, наверное, отец не будет любить меня, он будет ненавидеть меня. Поэтому он пошел спасти свиней. Представляете, он пас свиней, его не кормили. И должен был есть рожки, которые воняют. Потом говорят, доме отца моего избыточествует рабы хлебом. А проблема в том, что второй сын не знает сердца отца. Когда второй сын вернулся к отцу, Библия очень ясно говорит, Что говорит он, когда находился в свинарнике? Его сердце сначала побывало в доме отца. А в доме отца есть пища, есть богатство, и даже наемники избыточествуют хлебом. И о чем подумал младший сын? Надо пойти к отцу. И надо сказать, отец, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достойно зваться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Я не достойно зваться сыном. А у отца даже наемники избыточествуют хлеба. А в этом доме как бы я не работал, Мне ничего не дает, а в доме отца я смогу питаться. Младший сын думал, если отец прогонит меня, Я согрешил против неба и пред тобою не достойно зваться сыном твоим. Пожалуйста, прими меня в число наемников. Что дашь? Я буду этим питаться. Относись ко мне как к наемнику. С таким сердцем он пошел в дом отца. Но издалека отец увидел сына и прибежал к небу и поцеловал его. Младший сын говорит, отец, я согрешил против неба и пред тобою. Не настойно зваться сыном твоим. И хотел сказать, прими меня в число наемников твоих. Он встретился с отцом. И он не знал, как отец будет относиться к нему. Но видя, что отец обнимает его, принимает его. Он хотел сказать, отец, я согрешил против неба и пред тобою не достойно зваться сыном твоим. Потом хотел сказать, прими меня в число наемников твоих. Ну, когда он увидел, что отец принимает его бестолкового сына, он подумал, что я не могу сказать, чтобы принял меня как наемника. Он думал, если прогонишь, если ты жалишься, если я вернусь... Он хотел сказать, отец, пожалуйста, прости меня, прими меня в число наемников, я буду работать и, пожалуйста, корми меня. Вот так он хотел сказать. Но отец обнял его с любовью. И такому отцу сказать, прими меня в число наемников, это было большим грехом бы. И он подумал, я не знал любовь отца, я не знал его милость. Я думал, что отец меня за что-то любит, а оказывается, он просто любит. Его сердце поменялось, когда узнал сердце отца. Как вы думаете, почему такая история есть в Библии? Все мы перед Богом подобны блудному сыну. Если мы много пожертвуем, мы говорим, господи, хорошо, я много пожертвовал, ура! Если что-то делаем хорошо, мы говорим, ой, я сделал хорошее! А если сделал плохое, мы говорим, ой, господи, пожалуйста, я согрешил! Бог, на которого мы смотрим, и глаза Бога отличаются, вот о чем говорит нам Писание. В Евангелии от Луки, как написано, многие из нас не знают сердца отца. Поэтому мы не принимаем слова, как написано в Библии. Поскольку у нас есть наши знания, наш опыт. Поэтому мы боимся пойти к отцу. И, получается, не уходим издалеко от отца, но в то же время не пребываем в доме отца. Немножко подошли, потом остановились, ушли. В таком виде мы ведем нашу духовную жизнь, хотя получили прощение грехов, хотя говорим, что любим Бога, но не соединяемся полностью с сердцем отца. Потому что если бы мы соединились душой отца, тогда бы это сердце было бы в доме отца. Иисус сказал человеку, который болел 38 лет, «Хочешь ли быть здоров?» «Да, Господи, но не имею человека, который бы бросил меня в воду». Тогда что сказал Иисус ему? «Встань, возьми постель твою и ходи». Человек, который болел 38 лет, он задумался. Он говорит, чтобы я встал, взял постель и пошел. Я же не могу ходить. Много лет я пытался ходить, но не получилось. Если бы я мог ходить, было бы так хорошо. А сейчас, говорит, взять постель и ходить. Я же не могу ходить. И в этой ситуации Иисус говорит, взять постель и ходить. Если бы он знал бы сердце Иисуса, который говорит эти слова, тогда он примет слово Иисуса, как он сказал. «Если я принимаю слово, тогда я буду ходить». Если же он принимает свои мысли, тогда вы подумаете, «О, Иисус все равно ничего не может делать». «Как я могу вообще ходить?» «Он же знает, что я не могу ходить». Почему он говорит такие слова? Он просто так говорит. Если у него будет иное сердце, он не сможет ходить. Но если слова Иисуса, которые говорят встать, возьми постель и ходи, войдут в его сердце, он сможет встать и ходить. Вы понимаете меня? Он больной. Он блудный сын. Все люди, которые написаны в Библии, символизируют нас. И когда мы принимаем слово Бога, если ваше сердце будет единым с сердцем Иисуса, все Иисус будет влиять на нас. Аминь. Аминь. Слово Бога живое, имеет силу действовать. И слово входит в наше сердце. И когда мы веруем в слово, когда мы будем едины с ним душою, тогда вы более не будете прежними людьми. Многие люди знают, что в крови Иисуса Христа мы получили прощение грехов, но из-за того, что они знают глубину слова, не живут по слову Иисуса, живут переживая, живут волнуясь, живут не получая силы от Бога, живут не получая силы Божьей. Такой человек, он не един с сердцем с Богом. Подумайте. Допустим, я вешу на каком-то дереве в горах. Двумя руками я держу. Если я руку одну отпускаю, тогда я быстро упаду с дерева. Поэтому двумя руками я должен держаться. Почему? Потому что я слабый. Пока я держу. Если я буду держаться другой рукой за Ким Самуэла, я скажу, пожалуйста, не отпускай, иначе я погибну. «Ой, пастор, слишком тяжело! Вы у меня просите!» «Но если ты отпустишь, я погибну!» «Я тоже не хочу умирать! Пожалуйста, отпускайте!» Понимаете, что за ситуация? Когда мы становимся едины с Иисусом, Его рука становится моей рукой. Его любовь становится моей любовью. Мир Иисуса будет моим миром. Его сила будет моей силою. И я начну жить через Иисуса. Младший сын, он рос в доме отца. Он был его сыном. И он знал обо всем об отце. Он знал все об отце. Но не знал душу отца. Он не знал душу отца. Он не знал душу отца. Когда он все потратил и вернулся нищим, он думал, вдруг меня отец прогонит. «Вдруг мне будет тяжело?» «Куда мне пойти, если отец прогонит меня?» «Может, на коленях надо умолять его?» «Может, тогда он помилует меня?» У него были подобные мысли. Он не знал сердца отца. Хотя он жил с отцом. Хотя он читал Библию. Хотя вся душа Бога есть в Библии. Но поскольку мы своими мыслями читаем Библию, мы часто не знаем сердце нашего отца. Отец блудного сына, увидев его, прибежал к нему и поцеловал его. «Вот так обнял, правильно?» «Не вот так, правильно?» «Написал, пал на шею и поцеловал». «Ой, воняешь!» «Он воняет грязный!» «Тогда блудный сын узнал об отце!» «Если бы я ранее узнал бы об отце, я бы не пошел бы в свинарник. Когда я был бы менее грязным, я бы пришел бы в дом отца. Я быстрее бы пришел в дом отца. Тогда я бы не был бы таким уставшим. Но я не знал любовь отца. До сих пор, из-за того, что мы не знали любовь отца, мы думаем, что отцу нравится, когда мы делаем хорошо. А если мы делаем плохо, мы думаем, что отцу не нравится. И мы думаем, что мы сделали плохо. А когда мы делаем хорошо, мы идем хорошо к отцу. Если же делаем плохой, как блудный сын, многие люди в душе чувствуют какую-то стену между Богом и им. «Но Господь Бог, Он не человек. Ваша грязная, ваша лукавая, ваша хитрость, злое ваше, похотливое, скверное, даже зная». Он говорит, «Любимый сын, я не смотрю на тебя. Как ты сможешь без меня получить спасение?» «Приди ко мне, я люблю тебя». Вот так Он являет свою любовь. Но когда мы получили прощение грехов, мы боимся пойти к отцу, потому что не знаем его сердце. И большинство людей думают, «Если я буду верным, если я буду молиться, если я буду читать Библию, если я буду проповедовать, если я буду повиноваться, если я буду делать хорошо, тогда Бог будет радоваться. А если делаю плохо, Бог будет наказывать меня». Из-за того, что я знаю слабого и немощного себя, нам кажется, что Бог держит дистанцию с нами, и как-то хотят верить в мире, и хотят вести духовную жизнь в мерах своих возможностей. Знаете, что больше всего ранит сердце Бога? Бог говорит, «Я люблю тебя!» «Я не смотрю на твои дела!» «Неважно, какое зло ты сделал!» «Даже если ты похотливый!» «Даже если ты грязный!» «Я не смотрю на это!» «Я люблю тебя!» «Я люблю тебя!» Вот такое сердце у Господа Бога. Мы должны приблизиться к Богу и разрешать те проблемы, которые мешают нам идти к Богу. И если мы верой будем идти, мы изменимся. Но очень часто мы видим непонятное отношение с Богом. И об этом Библия описывает нам. Если посмотрим историю о человеке, который попался разбойником, большинство людей там есть следующие вещи. Есть две группы людей. Тот, который должен получить спасение, и тот, который должен спасать. И об этом написано в Евангелии 2, 10 главе. Законник, он говорит о том, что он делает хорошо. И говорит, что мне нужно сделать, чтобы у нас эту жизнь вечную? Иисус спросил, а что написано в законе? «Исполняй!» «Тогда будешь иметь жизнь вечную!» «Люби всем сердцем своим Господа Бога и ближнего своего, как самого себя!» «Так так и делай, получишь благословение!» Но что сказал этот законник? «А кто мой ближний?» Другими словами, он говорит, что он сможет любить ближнего, как самого себя. Но это невозможно! Подумайте сами. Это ведь невозможно. Кто из нас любит ближнего, как самого себя? Или хотя бы кто любит брата своего, как самого себя? Или кто любит отца своего, как самого себя, скажите? Он спрашивает, кто мой ближний? Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Что здесь важно? Есть тот, кто должен спасти. И есть тот, который должен получить спасение. Есть две группы людей. Человек, который попался разбойником, это тот, который должен получить спасение. А добрый самарянин – это спаситель. Тогда скажите, мы спасители? Этого быть не может. Поэтому Библия очень ясно говорит нам. Порой я открываю Библию на английском языке, чтобы сверить слово. Выражения, которые используются в английской Библии и в корейской, они несравненные. Почему? Как вы знаете, западная культура – это материальная культура, а восточная – это духовная. А иудейский язык – это больше восточный язык. И поэтому очень многое занимают духовные вещи. А в западных языках больше материальных вещей. Поэтому восточные языки хороши для того, чтобы описать духовное. А западные языки подходят для того, чтобы описать что-то материальное. Есть перевод Библии на английском языке Ким Джеймс. Я точно не знаю, но там слов больше, чем в корейских Библиях. Почему же в английской Библии больше слов, чем в корейской Библии? Проблема очень проста. Английский язык – это язык западный. Поэтому там не хватает слов, которые могли описать душу. А в восточных языках есть множество слов, которые описывают душу, духовные. Знаете, из-за чего американцам трудно изучать корейский язык? Например, говорят, человек умер. Говорят, дай. И свинья умерла, дай. И собака умерла. И отец умер. Вот так устроен западный язык. Западный же немножко отличается. Да, когда собака умерла, говорит, умерла. И свинья тоже умерла. Когда плохой умер, говорят, сдох. Если грязный умер, да, стал костями. Или ушел из дома. Но когда отец умер, то отец же не может быть наравне с собакой. Или с плохими людьми. Поэтому как можно сказать, отец умер? Говорят, отец вернулся. Или перешел в небо. Или закончил свою судьбу. И есть 30 выражений, которые символизируют умер. Умер, оставил ложку, стал костями, перешел через реку. В английском языке можно сказать просто дай. В корейском языке есть слово чон, которое невозможно перевести на западный язык. Или слово хан, которое тоже невозможно перевести. И для того, чтобы перевести это слово, нужно использовать дополнительные слова, поэтому в западных библиях слов больше. И перевод, например, Кинг Джеймс, когда переводили Библию. Перевести Библию на восточном языке сначала на запад, а потом снова на восточный – это глупо. Хорошо переводить с еврея-то. Или переводить с греческого. Новый завет был написан на папирусах, а ветхий завет был написан на пергаменте. Пергамент можно было хранить долго, а папирус очень быстро испортился. И хотя ветхий завет – это более старая книга, но в сравнении пергамент сохранился лучше. Поэтому в Новом Завете, которое было написано в папирусе, написано «Нет, нет, нет». Но потом внизу отмечается, что в другом варианте вот такое слово написано здесь. Когда представители западной культуры читают библию на западном языке – это проблема. А когда люди, которые живут в восточной культуре, читают эту же библию – будет проблема. Знаете, когда я читаю библию на корейском языке, есть что-то притягивающее, интересное. Прямо какой-то вкус есть. И прямо очень хорошо подходит. Хотя я плохо знаю английский язык, но порой, когда я читаю библию на английском языке, для меня же она кажется какой-то твердой. Самая большая проблема в переводе Ким Джеймс – там слово «Егува» полностью поменяли на слово «Господь» – «Лорд». Я спросил однажды у специалиста. И он сказал, хотя в Библии написано «Егува», но когда читают, ведь сын не должен называть отца по имени, поэтому говорит «Господь». В Америке же ведь говорят имя отца, и поэтому также использовали Библию. Никто уже не называет в западной культуре только отцом. Есть такая разница в культуре. Когда мы погружаемся в Писание, чем мы больше узнаем о Господе, вы будете свободными. Когда не знаете Бога, когда младший сын не знал отца, он стыдился тому, что он потерял деньги. Он стыдился, что жил блудницей. Но этим нет смысла свидетельствовать, потому что мы такие люди. Поскольку я такой человек, и отец знает меня, и когда я был дома, отец знал, что я такой, но все равно любил меня из-за того, что не знают этого. Они думают, что надо что-то сделать хорошо, чтобы Бог любил. Нужно что-то делать правильное. И поэтому часто люди не могут приблизиться к Богу. И люди живут, держа какую-то дистанцию с Богом. Но если мы будем знать сердце Бога, если мы будем знать любовь Господа Бога, который отдал своего сына, чтобы спасти этого грязного человека, как я, тогда даже не позволим, чтобы листочек ограждал меня с Богом. И тогда наше сердце с Богом станет единым. Дорогие слушатели, все вы, я думаю, имеете ошибки, поэтому чему-то стыдитесь перед Богом. И кажется, что Бог не простит. И кажется, что Бог не будет помогать. Но это все неправильные мысли. Верно? Вы согласны со мной? Господь любит вас независимо от ваших дел. Он не любит вас, потому что вы делаете хорошо. И в Библии написано, что Бог есть любовь. Он есть любовь. Поэтому Он не может не дать любви. Он не может не любить. Он есть любовь. Поэтому любит грязных нас. Он знает, что вы грязные люди. Но когда вы приходите к Нему, тогда вы становитесь совершенными, становитесь чистыми, будете праведными, и будете людьми, которые радуют Бога. Сад на дело, чтобы спасенные люди удержали дистанцию с Богом. И так обманывает нас. Мы должны ближе узнать Бога. Вы все знаете историю о блудном сыне. Я думаю, что среди вас нет людей, которые бы не знали бы эту историю. Но не все знают сердце Отца. Хотя знают эту историю, но не знают душу Отца. Если мы будем знать сердце Отца, то поймем, что Он любит нас не потому, что мы сделали доброе. Даже если мы десятки тысяч раз будем злыми, Он будет нас все равно любить. Мы будем иметь покой перед Ним. Мы будем людьми, которые получат благословение. Поэтому мы будем бежать к Нему. И станем новыми людьми, которые будут использовать любовь, мудрость, силу, которая есть в Господе Боге. Многие люди, не зная точно Слово, думают, что они хорошо знают Слово. Они думают, что я хорошо знаю Слово. Но Бог – это великий Бог. Бог, даже если вы сто раз будете злее, чем сейчас, даже если вы будете злее в тысячи раз, даже если вы будете злее на десять тысяч раз, Бог – это Тот, Который может принять вас. Аминь. 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 Я желаю, чтобы вы были свободными перед Богом. Используйте всю силу Божию как свою. Верьте Его любовь, что это ваша любовь. Тогда Он будет действовать в вас. И тогда Бог будет радоваться. Не когда вы делаете хорошо. Не тогда, когда вы скромные. Не тогда, когда вы трудотлевые. А тогда, когда вы любите Его любовь. И когда у нас будет одно сердце. У нас будет одно сердце. И тогда Его сила будет моей силой. И Его премудрость, и Его любовь. В прошлый раз, во время форума сцелов, я передавал слово в честь 1 Иоанна 1 главу, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Я спросил, если исповедь очищает наши грехи, зачем Иисус умер на кресте? Это ведь не имеет смысла. И потом, почему многие люди исповедуют грехи, но остаются грешниками? Многие люди неправильно знают это слово. Библия говорит, что не исповедь очищает наш грех. Для того, чтобы получить прощение грехов, нужно исповедь. В книге Леви, 4 главе, 27 стихе написано, «О жертве за грех». И что же там написано? Если кто же из народа с земли согрешит по ошибке и делает что-нибудь против заповеди Господних, и когда узнан, будет им грех написано. То есть, он узнал, что он грешник. То, что я исповедую грехи перед Богом, когда я узнал, что я грешник, когда я осознал свой грех. Если бы этим можно было бы очистить грех, тогда все, кто сегодня молится Богу, тогда должны быть праведными. Но есть люди, которые каждый день исповедуют грехи, но остаются грешниками. Если бы исповедю можно было бы очистить грех, тогда Иисусу не нужно было проливать кровь. Библия говорит нам. В 1 Я на 1 главе 9 стихе написано, «Если исповедом грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просил нам грехи наши, очистить нас за всякой неправдой». Но если вы посмотрите 7 стих, что же написано там? «Если же ходим во свете подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом». И кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот что важно. Скажите, то, что очищает наш грех, это исповедь или кровь Иисуса? Исповедью мы познаем свой грех и признаем, что мы грешники. Тот, который не признает, что он грешник, он не может получить прощение грехов. Когда мы осознаем, что мы грешники, тогда принося жертву за грех. Человек приносит жертву без порука. Эта жертва символизирует Иисуса Христа, Агнца Божьего. Осознав свой грех, кровью Агнца получаем прощение грехов. Если мы будем знать только 9 стих 1 Яна 1 Главы, тогда люди будут считать, что исповедь очищает грех. Но если мы посмотрим 7 стих, то слово говорит, что кровь Иисуса очищает наш грех. Но проблема в том, что люди читают только 9 стих. Ведь перед 9 стихом есть 7 стих. То, что очищает наш грех, это кровь Иисуса. Мы осознаем, что мы согрешили. И человек, который обнаружил свой грех, он исповедует грех свой. И затем кровью Иисуса Христа получает прощение грехов. Люди из-за того, что не знают этого, они говорят, что исповедью можно очистить грех. Поэтому уповывают не на кровь Иисуса, а исповедью хотят получить прощение грехов. Это неправильно. Но никто не знал, что это неправильно. Поэтому во время христианского форума я говорил. И тогда, слушая, удивлялись пастора. И они ничего не могли сказать, потому что я говорил по Писанию. Многие люди получили прощение грехов в крови Иисуса благодаря пролитию крови. Не из-за исповеди, а из-за того, чтобы кровь была пролита, они получают прощение грехов. В Писании написано, что без пролития крови нет прощения грехов. Люди исповедью закрывают кровь Иисуса. Это неправильно. Да, и мы исповедуемся. Но если не будет крови Иисуса, мы не сможем получить прощение грехов. Нужно знать глубоко Слово. Еще глубже нам не нужно познать Слово. Глупый человек знает только о двух вещах Библии. Говорит, как будто он все знает в Писании. Нет никого, кто бы знал всю Библию. Даже я не знаю всю Библию. Я многое не знаю. Но одно, что я знаю, это что, когда я иду к Господу, не надо брать что-то хорошее. Понимаете меня? Он принимает нас не потому, что мы сделали хорошо, не потому, что мы были верными, не потому, что мы сделали добрые дела или жертвовали собою. Не по этому причине. А из-за крови Иисуса. Так говорит Бог. Когда мы получили прощение грехов, когда мы смотрим на кровь Иисуса, мы получили прощение грехов. Когда мы исповедовались, мы снова грешим, потом исповедуемся, потом снова грешим. И поэтому у людей нет уверенности в спасении. Потому что они уповают на свою исповедь. Мы должны помнить, что когда блудный сын шел к отцу, он не знал сердца отца. Но когда встретился, он узнал сердце отца. Вот каким был мой отец. Я не знал моего отца. Так же я был таким. Мой отец очень глубоко размышлял. И он много обдумает, потом говорил нам. И отец всегда был прав. Я же ничего не знаю. Часто я считал, что я многое знаю, чем отец. Так же, когда я читаю Библию, я вижу, что я немощен. Многие люди, зная немножко в Библии, поднимают свою душу и осуждают. И таких людей много. Нужно быть скромным перед Богом. Не нужно останавливаться. Идите прямо к Богу. Не нужно держать дистанцию с Богом во всех вопросах. Даже когда вы делаете неправильно. Даже если делаете хорошо. Идите к Богу. И тогда сила Бога проявится в вас. Если вы будете жить с силой Бога, я верю, что вы будете жить в благословении. Спасибо. Я желаю, чтобы благословение Бога избытое существовало в вашей жизни. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok